Уллправда 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 Михаил, вы называете себя антикризисным менеджером. Мол, если где-то все ровно и спокойно, вам не интересно, а вот там, где кровоточит, вы бы хотели бы устремиться туда быстрее. Ну, не то, что я себя называю, а сфера моих интересов, когда вы меня направляет, всегда испытывает определенные сложности. По итогам этих сложностей я вынужден быстро принимать решения и разбираться в ситуации, в которых до этого я испытывал проблемы. Михаил, подведите основные итоги работы в должности главы Ленинского района. Что успели, а что нет? Наверное, самый главный итог – это удалось выстроить диалоги с населением, которые у нас в Ленинском районе представлены весьма разнообразные. То есть это и новый микрорайон, это старый жилищный фонд, это частный сектор, это даже села, которые там есть. И, соответственно, самая была большая сложность за этот период у нас – наладить диалоги с населением. То есть это сходы граждан, которые в большом количестве удалось провести. Я считаю, это главный итог. Не просто попытка вернуть доверие власти, а именно установить прямой диалог власти с населением. Поэтому лично я принимал участие, и квартальные полномочия, которых мы уже создали в Ленинском районе, это был пилотный проект, и по итогам они у нас заработали. Сейчас этих 40 квартальных полномочий принято решение главой города создать во всем городе, во всех районах. Благодаря какому инструментарию получается наладить этот диалог? Что это? Личные встречи, социальные сети? Однозначно, это личные встречи номер один, но по итогам личных встреч всегда эта группа. Сегодня Вайбер – это главный коммуникатор. Получилось, что в городе у нас сложилось так, что все группы, которые создаются, создаются в Вайбере по всем микрорайонам. И сегодня благодаря Вайберу мы точно получаем, знаем примерно в течение часа уже, что произошло в микрорайоне. А какие вопросы, извините, Михаил, сейчас в топе обращений граждан? На данный момент мы ожидали, конечно, в топе, что будут обращения к ровле, то есть традиционно весной. В этом году этой проблемы нет. То есть больше было обращений на прошлой неделе всплеска, это обращения по содержанию уличной дорожной сети, это ямы и выбоины, которые появились. Но вы прекрасно понимаете, погодные условия только как наладились буквально за все майские, мартовские праздники, то есть 7, 8, 9 работала вся администрация. Каждое утро была планерка, каждый вечер, то есть ну так же в 6.30, в 7 утра ничто у нас не отменялось, все службы, первые лица работали. Это позволило быстро, оперативно снять существующее напряжение. Я считаю, что трехдневный срок для выполнения ремонта 2000 квадратных метров, это очень амбициозная, хорошая задача, которая была поставлена главой, и службы ее выполнили, и сняли это напряжение. То сегодня уже вопрос, это осталось только подтопление. Вот на сегодняшний день, если братья не знаю, это инцидент, то есть где подтаяло, нет ливневок, есть такие места у нас в городе, оттуда просто откачивается. Сколь уж вы заговорили о весне, тает снег, вместе с ним исчезает асфальт. Вот возможно ли предотвратить или как-то изменить ситуацию, чтобы положенный асфальт оставался на месте? Вот смотрите, буквально 16 марта будет большое комиссионное обследование депутатов Ульяновской городской думы совместно с управлением дорожного хозяйства, как раз на предмет гарантийных обязательств, то есть дороги, которые находятся сегодня под гарантийными обязательствами. А это дорожное полотно, которое было еще 4 года назад смонтировано, потому что 5-летний срок гарантии, то есть 2 года назад, 3 года назад и год назад, по ним по всем поедет комиссия проверять, как перезимовал этот гарантийный асфальт. И соответственно подрядчики тоже будут присутствовать, которые выполняли работу, они должны в рамках гарантийного ремонта выполнить. Вот как раз, когда поступают к нам жалобы, мы, конечно, населению это не сообщаем, но у нас первая задача понять, если это гарантийный участок, то подрядчик должен сделать, как правило, подрядчик из-за такого маленького объема говорит, мне это неудобно, мы ему говорим, у нас есть дориемстрой организации, вы можете заключить договор, она выполнит ваши гарантийные обязательства, но почему дориемстрой без этого договора делать не может, в таком случае мы вмешиваемся, и они могут сказать, ребята, вы там сами что-то заасфальтировали, у нас гарантийные обязательства тогда истекают, они будут право по закону. Вот эта сложность есть, но мы ее населению не показываем, мы ее сейчас снимаем в рабочем порядке. То есть и поэтому комиссионное обследование в понедельник позволит по всем этим дорогам проехаться и понять, где же остались еще вопросы. А как мы можем узнать об итогах этой комиссии? Будет пресс-тур, уже сейчас сорганизован, пресс-служба мэрии города Ульяновска, наш главный человек, там, Валентина Каманина, она этим вопросами занимается и, соответственно, уведомляет СМИ о данном мероприятии. Может ли житель Ульяновска надеяться на то, что дороги в городе будут хорошие? Абсолютно точно, потому что в этом году еще планируется 19 километров полотна отремонтировать. Это большие дороги, мне сейчас легче ориентироваться. Тоже с гарантийным сроком 5 лет? Конечно, обязательно. Капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные комплексные дороги» БКД. Губернаторам принято решение, выделили дополнительные средства порядка 650 миллионов на город Ульяновск в этом году. Соответственно, Сергей Сергеевич поставил задачу таким образом, что торги уже состоялись, то есть у нас сейчас уже определены подрядчики и с 15 апреля они готовы выходить и начинать ремонт. То есть не так, как обычно в июне торговать начинали, в июле. В этом году все эти процессы настолько синхронизированы и ускорены, что подрядчики уже определены и мы буквально в понедельник-вторник разместим уже графики ремонтов не так, как в контракте указано с 15 апреля по 1 сентября, а конкретно автодорога такая-то будет сделана тогда-то. Потому что у нас в этом году из таких значимых вещей, которые волнуют горожан, это мост императорский, это верхняя полевая, которая в том году не попала с заменой трамвайного полотна, это узкое горлышко на Репину и так далее. Да, мы еще вернемся к хозяйственным вопросам, Михаил. Вы были заместителем губернатора, заместителем мэра, работали в коммерции, вели политическую работу. Легко ли вам так оперативно переключаться с одной сферы на другую? Ну, на самом деле, да, каждый раз приходится начинать с нуля, и это на самом деле такое, ну, даже больше не челлендж, это на самом деле постоянный образовательный процесс. И каждый раз, переходя с одной должности на другую, это новое знание, новые навыки, новые компетенции. То есть даже поработав в Ленинском районе, достаточно серьезный опыт для себя приобрел в плане взаимодействия. Это же какой-то уровень терпимости повысился. Терпимость именно к чему? Потому что сходы граждан, это всегда эмоции, это всегда в начале крики. Ну, когда я в этом дворе появлялся второй раз, это уже не крики, это разговор. А в третий раз мы уже не ходили во двор, потому что люди приходили в администрацию, могли за столом разговаривать. Вот переключение с разных сфер, это такая кроссфит для головного мозга. Потому что ты в бизнесе, это цифры, это целевые показатели, это там подсчеты ЕБДД, динамики ЕБДД, ну, неважно, да, там постоянный там тюн-овер какой и так далее, там все отчеты. То политика, она немножко по-другому. Да и государственные должности или муниципальные должности имеют свою специфику. Мозг тренируется. Михаил, Ульяновск помнит разные отношения мэра и губернатора. Если вас выберут мэром, вы сработаетесь с Морозовым? Смотрите, вот этот вопрос, он такой постоянный, и мне его приходится слышать, там когда-то кто-то мне его задает. На самом деле глава города у нас назначается по контракту. И полномочия Сергея Сергеевича у нас до 23-го года, аж до июля месяца. Поэтому говорить об этом нужно только когда это произойдет, да, и, соответственно, какая будет ситуация в том моменте, это разные вещи. Потому что я не исключаю такой момент, что если в жизни и удача будет складываться таким образом, что что-то будет получаться, да, в продвижении, собственно. Иногда в случае, когда ты отказываешься, допустим, у меня был достаточно неплохой бизнес-контракт в Самаре, но я от него отказался по причине важности моего взаимодействия с моим старшим сыном. Я об этом не пожалел ни разу, потому что для меня это оказалось важнее. Поэтому вот каждая ситуация, она конкретная, да, то есть выстроить, могу сказать, что даже в сегодняшней работе я абсолютно со всеми выстраиваю диалоги. И у меня нет конфликтов абсолютно низких. Как складывается ваше отношение с губернатором? Рабочее, абсолютно нормальное отношение. Он требовательный, мы это выполняем. Если возникают проблемы, он нам это говорит прямо в глаза. Если мы не можем выполнить, мы тоже стараемся ответить, пояснить причину, что мы не саботажники, да, которые не хотят сделать, но стараемся объяснить. Но чаще все-таки мы находим решение, как выполнить ту или иную задачу. Михаил, как по-вашему, сколько по времени следовало бы замещать должность губернатора и мэра? Ну, те, которые на сегодняшний день, электоральный цикл определены, да, там, пятилетний период, я считаю, хороший, нормальный период абсолютно. Сколько сроков, допустим, на ваш взгляд? Тут я тоже считаю, никаких ограничений быть не должно. То есть если есть доверие и население, значит, сроков должно быть столько, сколько есть доверия и население. Важнее это. Это первично. Вторичный уже юридический сам формат. Да, конечно, все говорят, какая-то там сменяемость должна быть, но извините, если население выбирает стабильность, мы не можем ему навязывать сменяемость. Если же население выбирает сменяемость, оно голосует и дает такие результаты. Я могу рассказать, что на моих глазах есть очень яркая избирательная кампания, когда население продемонстрировало это. Я вам приведу просто выборы мэра Самары, 2007-2008 год, когда во втором туре, вы можете себе представить, какая-то муниципальная кампания, да, выбор мэра Самары. Явка составила 55%. То есть это говорило о том, что действительно у людей был запрос на изменения. Вы же ведь приехали в регион из Самары? Нет, я на самом деле сам родом с Урала. С 1988 года проживаю в Ульяновске, да, а в Самару я несколько раз командировался в этой жизни. То есть с 6, 7, 8 года я там работал, как раз таки вот в команде мэра Самары Виктора Тархова. И возглавлял спонтанный комитет партии «Справедливая Россия». А второй мой переход туда был, это в 2015 году, когда я перешел в корпорацию Кошелева, а уже в 2016 году был вице-президентом его корпорации. Как вы считаете, Михаил, на что следовало бы сделать ставку для привлечения большего количества туристов в регион и город в частности? Разный маршрут, церкви или что-то еще? Да, сделаем поправку на то, что я не профессионал в этой отрасли, я только сделаю предположение. Исходя из того, как я посещал там Нижний Новгород, Калининград, я сопровождал класс моего сына, мы были в Белоруссии, в Минске там ездили. Основная тема, которая нас, как туристов тогда волновала, это хороший маршрут. Вот во всех городах, где я был, нам были предложены очень разные интересные маршруты. То есть маршрут чисто для детей, маршрут для детей и взрослых, маршрут патриотический и так далее. То есть должны быть, мне кажется, в туриндустрии, которая в Ульяновске, отсутствуют именно хорошие сбалансированные продукты, которые можно купить. То есть туристический продукт под видом либо маршрута, либо каких-то посещений. То есть если я турист по еде, то мне какой-то должен быть там футуризм, агротуризм и так далее. Плюс логистика должна быть правильно скомпонована, потому что под все эти маршруты продуманы логистические вещи, когда люди могут самостоятельно добраться, где-то там остановиться, там же и перекусить. Если мы везем в какую-то точку, там обязательно должно быть место перекуса, покупки сувениров. У Ульяновска на сегодняшний день нет таких предложений? Я, еще раз говорю, слабо с этим знаком, но из того, что я вижу, это город, а вот город и область уже здесь какой-то идет разрыв. Хотя можно было увязать. В городе есть какие-то маршруты, но опять лично я не сталкивался, чтобы сказать, вот это вот такие маршруты. Может быть из-за того, что, честно говоря, сильную заинтересованность не проявлял, но мне кажется, все-таки такие маршруты отсутствуют. Какое-то такое внутреннее предчувствие. Парк Дружбы Народов. Михаил, наверное, с ним вы знакомы. Я могу к вам обратиться как к эксперту. Может ли он стать визитной карточкой региона, города так, чтобы туда не стыдно было водить гостей? Смотрите, в этом году у нас идет вторая очередь ремонта. Это не заключительная. То есть, если мы отрабатывали там лестницу, лестницу продлили, сделали площадку, парапеты, которые там есть, это новый уровень освещения, это камеры, безопасность. То есть, он действительно развивается, и это не завершающий этап. Это однозначно можно сделать визитной карточкой. Вот эта вот идея с переносом всех активностей площадок туда вниз в парк, да, это детские площадки. Потому что вы понимаете, строительство, которое реконструкция мем-центра идет, затронет этот участок, его нужно освободить. И я думаю, что люди привыкнут к тем площадкам, которые там, этот парк и живет. Доберутся ли у власти руки до благоустройства набережного отдыха? Уже сейчас с полным ходом идет обсуждение этой истории. Я знаю, губернатор встречался с молодыми архитекторами. Молодые архитекторы запросили у нас информацию, мы им предоставили. Сложность благоустройства набережной Волги заключается только в одном, что там есть тоже зона с особым условием. Вот буквально только вчера я читал эти документы. То есть, это либо они выполняют функции дренажные, берегу и крепительные, то есть дамбы. В какой временной перспективе возможны изменения, заметные глазу? Я думаю, что первично в этом году мы сможем понять, какие участки могут быть в принципе благоустроены с точки зрения законодательства. Потому что там есть участки, которые предназначены садовым товариществом, возможно, они их передадут городу. Я думаю, самая большая задача в этом году увидеть хотя бы участки территории, которые могут быть благоустроены, и проекты, что там может быть. Вот в зависимости от этого, если в этот год это удастся, то уже на следующий год можно ожидать каких-то изменений. Если в этот год обсуждений не удастся, то, соответственно, я еще раз, вот эта главная мысль, которую я, наверное, хотел бы сказать, что власть делает на самом деле быстрее что-либо, чем это люди могут обсудить. Потому что сейчас первичный вопрос, чтобы люди сформулировали, что же ожидают жители от этого, и тогда после этого власть это может быстро сделать. А вот что жители ожидают, элементарно, кто будет являться потребителем вот этой набережной реки Волги. Если мы с вами сейчас начнем перечислять, помимо просто гаражан, у нас появятся с вами спортсмены, для них надо предусмотреть репутационную зону. У нас появятся пенсионеры, которые ходят скандинавской ходьбой. У нас появятся мамы, которым нужна какая-то тихая зона там, и с удовольствием под шум реки они с детками поспят, да, так называемый белый шум. То есть у нас появится очень много категорий, а от этого будет зависеть потом время согласия. Потому что выявим мы сейчас 17 потребителей у этой территории. Каждый из 17 должен высказаться и сказать, что же он ожидает от этой территории. И если мы его не услышим, то однозначно у этого проекта не будет успеха. Все, что мы не сделаем, на следующий день будет подвержено критике. Нас не спросили, точнее нас спросили, но не сделали, и поедет отсюда. Вот поэтому я бы лучше больше времени потратил на это обсуждение, может быть даже не один год и не два. Но потом сделать уже то, что ожидает горожан, как, ну, на меню палочки, да, то есть получилось вот то, что мы хотели. Горнолыжная трасса. Когда уберут шрам после нее? И стоит ли? Может быть, ее возродить, возможно? Смотрите, там есть активный гражданин, я сейчас фамилию не помню, по-моему, зовут его Жамель, кто этим занимается. Он очень старается возродить эту трассу. В этом году, в прошлом году было много сделано. В этом году единственное, что им не хватило, то есть это подача воды для того, чтобы насыпать снег. Зима была не снежная, и природными усилиями снега не набралось должным образом, чтобы организовать трассу. То есть на следующий год он планирует этим заняться, и, я думаю, получится всесторонняя поддержка от всех структур. Все в этом заинтересованы, потому что я тоже когда-то начинал именно на этой трассе учиться, чтобы кататься на леджах, чтобы позволить, кто мы на Урал ездить, на Большие горы. То есть вы считаете, что трассу возможно реанимировать, а не забыть о ней? Однозначно, однозначно реанимировать, и это хорошее место, кроме того, что там это вовсе не оползневый процесс, это навезенный грунт, который был, он чуть-чуть сполз. То есть там, я считаю, жизнь есть, и если будут вот энтузиасты, они получат поддержку от населения, которое будет регулярно приходить. Филармония. Как ее спасти? Филармония и город Ульяновск имеют только одно отношение. Это является памятником муниципального значения. Поэтому охранные обязательства, которые были там, по-моему, в 90-м или в 91-м году на нее сделаны, они представлены. Ну и мне нравится, как Евгений Евгений Сидоров дала полностью подробный развернутый ответ. Здание это содержится должным образом, регулярно проводится дренирование, проверки, там, подвижи грунта и так далее, и так далее. То есть они следят за этим зданием, с точки зрения, значит, как памятника муниципального значения, выполняет все необходимое. Насколько я знаю, в 2019-м году жители Ульяновска очень сильно жаловались на общественный транспорт, особенно на маршрутке. В 2020-м году были закуплены новые трамваи. Так, расскажите, пожалуйста, в планах. Так вот, что ждет Ульяновск в ближайшие 2-3 года? Вот я, наверное, буду отвечать на этот вопрос больше как обыватель, потому что я не курирую эту сферу, да. Но так как осуществляя информационное сопровождение, да, я вот немножко могу какие-то вещи рассказать. Почему это вы не курируете, эту сферу? Эту сферу курирует другой заместитель, Игоний Владимирович, тоже первый зам, он курирует все вопросы, связанные с ЖКХ, с дорогами и все муниципальные предприятия. А вы курируете? Я курирую социальную сферу, это образование, это культура, это спорт, это гражданское общество, вот, и молодежь. Вот, значит, суть следующая. Есть концепция транспортной схемы города Ульяновска. Она очень простая, если в двух словах сказать, это большой труд, но простая. В логике своей, то есть, да, действительно, приоритет отдается транспорту большой вместимости, это трамваи и автобусы большой вместимости, и маршрутные такси должны работать только на пригородах или отдаленных районах, которые будут подвозить к определенным хабам, да, с которых будет пересадка. Но на этот год, вы знаете, уже есть сейчас решение, по-моему, там на порядка 40 трамваев сейчас идет обсуждение закупки в этом году. Но ряд владельцев маршрутов, допустим, вот Ульянов есть, он уже, я точно не знаю, закупил автобусы большого вместимости СИМАЗ. Вот прямой простой вопрос, я его спрашивал, почему вы это сделали? Он говорит, у меня есть, допустим, территория микроорона Севера-1 и подробно, там есть залповые выезды людей. Вот именно там в 7.05 или в 7.15 в это время большое количество людей, и даже 5 маршруток не справляются, идущие с интервалом в 3 минуты. Поэтому я ставлю автобус большого вместимости. Это вот тема хорошая, и тематика какая, да, с маршрутками? Это новые микрорайоны, и люди хотят более разнообразные маршруты, но мы их представить не можем. По простой причине, что если, притом, живет в микрорайоне 3 тысячи человек, два маршрута, они будут убыточные. Один маршрут, ну, мы находим разного рода решения. То есть, либо кто-то с крючком заезжает, да, сюда. К примеру, микрорайон «Новая жизнь», да, где вот Дамир Адрахванов построил. Он в течение, там, длительного времени собственными силами возил людей до остановки. После того, как микрорайон наполнился, мы запустили, там, допустим, 26 маршрут, который проходит там. Это после схода с жителями, то есть, там есть старший у него по микрорайону, там, и мы, Светлана, по-моему, Горлова, вот мы с ней этот вопрос обсудили. Аналогичная ситуация, допустим, на Север-1. Эти сходы граждан я проводил, и, допустим, договорились, что перевозчик провозит одну остановку, одну остановку до улицы Нариманова бесплатно. То есть, а там уже люди могут пересесть, тем, кому в центр, кому не в центр, там и так далее. То есть, там, допустим, идет уже 37-й, 90-й, 59-й, а здесь только 56-й маршрут. И, соответственно, это временное решение, мы это понимаем, но они, тем не менее, снимают определенное напряжение. Здесь, конечно, вечерние часы, пока эта проблема остается, из-за именно где-то человеческих факторов, когда не все водители маршрута выходят на положенные им задания, там, в 22 часа, допустим, перевозить людей. Михаил, Ульяновск большой по территории город, а плотность населения достаточно низкая. Почему? Что мешает современной застройке? Почему спальные районы сосредоточены на окраинах с высокой плотностью, а вот, например, не на Автозаводской, не на Гая, не в Тусях? Нет, ну, это вопрос же, он, я бы не сказал, что у нас плотность низкая, то есть плотность достаточно у нас высокая, а вот территория, которую вы называете, это сегодня идет по ним реновация. По Тусям идет реновация строит, там, Горлев, да, инвесторы, значит, занимаются этим. По Автозаводской тоже ребята работают. Какие изменения ждут территории? Изменения ждут, однозначно, старые дома будут постепенно сноситься, новые строятся. Но нужно понимать, этот процесс идет медленно, только по одной простой причине. Инвестором по расселению выступает сам застройщик. Это получается достаточно дорогостоящий и медленный процесс. Вот если бы эту территорию освобождал бы город под них, да, ну, представляете, какие объемы переселения. Мы сегодня переселяем дома, признанные аварийными, у нас очередность примерно до 29-го года. Чтобы все, примерно там на 100 миллионов в год мы расселяем, но это достаточно большой объем. И там, конечно, территория остается под застройщиками, да, они развиваются. И это же не всегда мы в центре расселяем. Допустим, поселок Мостостроитель, улица Кадьяна, это тоже окраин, но там жители, люди жили в очень нехороших условиях. И берем, когда центральные части, здесь уже сложнее, здесь не всегда удается идти. Но у нас есть, допустим, если брать, вот за Тимирязево, да, большой блок там под реновацию есть, и до Кучаева улица, вот это вот, третий переулок Тимирязево и так далее. Там есть, да, двухэтажные дома, которые смотрят, но медленный процесс идет, потому что сам инвестор выкупает. Выкупить 12 квартир, это примерно в среднем там каждая квартира выходит под 45 рублей квадратный метр, площадь такого дома, ну, примерно там тысячу квадратов. То есть это 45 миллионов рублей, надо один дом расселить, и получается цена площадки, ну, такая недешевая, скажем, то есть а выше средней рыночной стоимости. Вот. А освоение этих территорий для нас интересно, то есть осуществляем второе дыхание школы, вот пример, допустим, строительство микрорайона «Новая жизнь» привело к тому, что в этом году ремонтируется 43-я школа, которая, вы знаете, была закрыта, из нее должны были делать поликлинику, в результате все равно возникла потребность в этой школе, и будет там школа. Сейчас уже ремонт не работает. Вот такой пример. И когда пойдут первоклассники? Я думаю, на следующий год пойдут, потому что там еще стоит вопрос оснащения ее, потому что редко там 150 миллионов в этом году, там в несколько этапов будет ремонт. Потому что поликлиника будет непосредственно на территории самого микрорайона, и два детских сада. Второй детский сад тоже будет. Вот это его новая модель, там, как пример, да, такого успешного. Чуть хуже ситуация обстоит, допустим, на Репино, да, то есть на Репино тоже нужен еще один детский сад, но физически там, в принципе, невозможно его нигде построить. То есть там просто больше нет земли, у нас только плотно. Еще хуже ситуация на Юго-Западе, то есть там принято решение, да, рассматривать сейчас уже вопрос в строительстве еще одного блока школы или еще одной школы, потому что она не вмещает всех ребятишек, кто там проживает. Почему, по-вашему, мне не уезжает молодежь в другие города? Ну, сейчас первая волна, которая есть, это, как правило, ребята, которые поступают в вузы, да, то есть это, кто сдали хорошо ЕГЭ в пределах 100 баллов, безусловно, они выбирают вузы, более престижные вузы, да, которые есть там, допуст, в Москве, в Санкт-Петербурге, пытаются ехать, вот первая волна такая есть. Вторая волна, когда люди гонятся за большим рублем и едут. И вот тут разница только в одном, то есть некомпетентный специалист приезжает в Москву, и стоимость некомпетентного специалиста в Москве столько, сколько здесь компетентного. То есть он, условно, может сразу устроиться на 30-40 тысяч. Через два года приезжает сюда, устраивается на те же 30-40 тысяч, но уже в Ульяновске. Живет здесь дома, на прежнем месте, не тратя деньги на съем квартиры, но получил знания. А ток и возврат сейчас достаточно большой. Я бы не сказал, что прям все закрепляются в Москве. Но сальдо отрицательный, стабильный. Сальдо отрицательный, ну опять, как считать, да, то есть как бы надо понять. У меня, допустим, практика вообще, что к моему возрасту, ребята, моего возраста, там, 81-82 годов, они начинают возвращаться, наоборот. Потому что прожив там, максимум, что они смогли сделать, там, это купить себе одна-двухкомнатную квартиру и иметь более-менее стабильный доход. Здесь же люди уже обзавелись дачей, более-менее хорошей машиной за этот же период. Потому что в регионе сейчас топовые должности есть, заводы платят зарплатой 150-200 тысяч директорам. Если, грубо говоря, 10 лет назад за такую зарплату я однозначно должен был уехать из региона, то сегодня такого нет. То есть такую зарплату платят здесь. И даже большую, да, то есть, как бы, ну это я говорю так вот, ребята, которые говорят, да что я тут к 30 годам? Пожалуйста, к 30 годам ты можешь быть успешным директором или инженером, который может получать эти деньги здесь, это точно. Согласна с вами. Михаил, сменим тему. Год памяти и славы, год 75-летия Великой Победы. Скажите нам, пожалуйста, что делали ваши родственники во время войны? Вот благодаря такому сайту, как «Подвиг народа», мне удалось реально узнать, за что награждены были мои деды. То есть какие награды были по одному деду, это по линии мамы, который Николай Иванович, по нему до сих пор информация не рассекречена, потому что он воевал еще и в Манчжурии, да, то есть с японцами, да, и он рано был призван и почти там до 47-го года пробыл. И, соответственно, по нему еще не все награды даже до сих пор отражены, то есть потому что, видимо, из-за того, что у нас нет мирного договора с Японией, еще до сих пор, видимо, засекречены остаются эти данные. По второму деду, который по линии отца, ради Алексеевича его зовут, он был награжден серьезными наградами, медаль за отвагу, и есть четкое ходатайство замполита, какой подвиг он совершил, что он сделал. Это для меня было очень важно. Мы вместе с детьми нашли эту информацию, когда готовили летопись «Победа». Ну, нам никогда, я дедушку помню при жизни, допустим, Николай никогда об этом не рассказывал. А здесь вот это очень важная такая тема для нашей семьи. Ну, и, конечно, там у моей супруги, дедушка, там, Нил Васильевич, он тоже интересный, у него подвиг очень большой. То есть они в основном у нас, все, кто с подвигами, это все связано с разведкой. У вас трое детей, Михаил, сколько им лет? Ну, на самом деле, наша семья четверо, да, то есть как бы, да, вот. Воспитываю четверых детей, но проживают со мной трое. Старшему Евгению 14, Северину 12, Алисе 8 и Марьяне исполнилось 5. То есть вы уже знаете, что такое переходный возраст? Да. Сложно ли? Да. Ну, вот как раз-таки мой возврат из Самары был связан с моим старшим сыном. Пришлось немножко уделить ему больше времени. И это как раз, на самом деле, я переосмыслен на многие вещи. И для себя понял такие многие особенности. Сейчас люблю очень общаться с ним, с его друзьями. И даже ловлю себя на мысль, что очень сильно отстаю в многих вопросах, не понимаю. Поэтому стараюсь больше быть с ним вместе, вот именно со старшим. Вот вы можете назвать три обязательных составляющих включения отца в воспитание детей? Вот после всего того переосмысления. Первый, значит, самый первый момент – это просто общение. Нужно разговаривать. Неважно, сел за ужином, поговорил, в кино поехал, на лыжах покататься, на картинге. Неважно, в кафе пошел ты, ты должен с ним просто поговорить, узнать, как у него дела, что с ним и так далее. Второй, ты должен с ним всегда что-то делать. То есть должно быть какое-то совместное увлечение, помимо разговора, это всегда. И, ну, конечно, третье – это доверие. То есть если есть доверие, ты знаешь, кто у него друг, подружка, там, какие отношения, кого любит твоя дочь, кого она сейчас не любит и так далее. Это очень важно. Дети вам доверяют? Я считаю, что да, я эти вопросы все знаю. Что вы подарили дочкам на 8 марта? Ну, так как у маленькой дочки день рождения было буквально 4-го, поэтому мы ограничились букетом цветов, потому что очень много подарков было. А второй дочке я подарил электронные часы. Ну, я вроде бы ими довольна. И хоть соединила их со своим телефоном. Значит, она спортсменка, для нее важны калории, шаги, она это смотрит. И для нее этот подарок, мне кажется, был удачный. Вы тоже в прекрасной физической форме. Как государственный управленец может держать себя в тонусе? Ну, первое, стараться спать не меньше 6 часов. Это, на самом деле, наша самая большая проблема. То есть мы часто не можем себе позволить это время. То есть бывает такое, что всю неделю не можешь даже 5-5 с половиной часов поспать. То есть такое тоже бывает. Это вот первый момент. Второй, конечно, это физическая активность, которой нужно, ну, хотя бы, ну, 3 раза в неделю пытаться заставить себя найти время на это. Получается? Получается. И, конечно, третье, это важно выбрать то, чем ты занимаешься. Что выбрали вы? Ну, честно говоря, последние 3 года выбрал йогу. Йогу? Да. Это, как бы, достаточно серьезно перенастроил мой организм, потому что после работы в правительстве, и будучи невнимательным к состоянию собственного здоровья, после пришлось сильно переосмыслять все. Это, чтобы наверстать упущенный момент. Даже было чувство такое. В какой-то момент я чувствовал себя, как будто мне 60 лет. Был даже такой. Серьезно. Вот. То есть удалось это победить. Но, помимо этого, конечно, стараюсь на лыжах. Но в этом году дважды был только на беговых, трижды на горных, но удалось вырваться, да, ненадолго. Вот. Пару раз на коньках. То есть, как бы, в летний период, конечно, это ролики и велосипед. Я надеюсь, удастся. Как вы ощущаете себя сейчас? Ну, сейчас, соответственно, 38-40 лет вот так. Не моложе. Михаил, я желаю, чтобы к моменту нашей следующей встречи вы чувствовали себя на 18. Спасибо вам огромное за интервью, за то, что развернуто ответили на мои 100 вопросов. Спасибо гостеприимному ресторану Нино. Увидимся в следующий раз на телеканале Управда ТВ. Управда ТВ